Современный мир практически не оставляет шансов избежать ежедневного общения с электронными гаджетами. У большинства из нас утро начинается с просмотра новостей на экране смартфона, который вновь и вновь оказывается в руках, вплоть до самого вечера. Далее полноценный рабочий день за монитором компьютера, домашний отдых перед телевизором и засыпаем мы под просмотр социальных сетей или чтения книги в том же смартфоне. Влияет ли это на качество зрения? Безусловно. Мы саморучно создаем колоссальную перегрузку зрительного органа, что не может не сказаться негативным образом на его работе. Но обо всём по порядку. Здравствуйте, мои хорошие! Термин «компьютерный зрительный синдром» был введен более 20 лет назад. Американская ассоциация офтальмологов. Он подразумевает под собой возникновение частых головных болей, дискомфортных ощущений в позвоночнике и падение остроты зрения в результате беспрерывного использования телефона. Знакомые симптомы для многих из нас, не так ли? Факт увеличения количества близоруких подтверждают многие медицинские специалисты по всему миру. Так, согласно исследованиям британского окулиста Дэвида Аламби, за прошедшие 25 лет количество близоруких увеличилось более чем на треть. Если подобная прогрессия сохранится, то к 2035 году 55% людей во всём мире будут иметь слабое зрение. Как считают эксперты Института Российской Академии Медицинских Наук, причиной подобных изменений в состоянии зрительного органа зачастую является чтение с маленького экрана, да ещё и в неудобной позе и при плохом освещении. При длительном использовании телефона человек долго не меняет положение тела и расстояние от экрана до глаз. При этом происходит спазм аккомодации, хрусталик привыкает к фиксации в определённом положении и теряет способность чётко различать предметы на дальних дистанциях. Это приводит к потере остроты видения и развитию миопии. Также пагубно сказывается на зрении излучение дисплеем синего света. Из-за того, что лучи этого цвета фокусируются перед сетчаткой, человеку приходится всё время напрягать зрительный аппарат. Помимо этого, синее излучение препятствует выработке мелатонина, что вызывает бессонницу. Вообще, если говорить о влиянии смартфонов на наши зрительные органы, то здесь важным является каждый фактор, время, на протяжении которого мы используем эти гаджеты в течение дня, расстояние от смартфона до глаз, уровень освещенности помещения, типы качества экрана и так далее. Однако, возможность существенно снизить вред, наносимый глазам гаджетами, существует. Приближая текст к глазам, мы заставляем их работать с удвоенной силой. Из-за этого происходит перестройка, органа зрения развивается близорукость. Поэтому соблюдайте дистанцию, а поможет это сделать довольно простое правило 1, 2, 10. Оно гласит, экран смартфона необходимо размещать в 30 сантиметрах от лица, монитор компьютера в 60 сантиметрах, синий экран телевизора в 3 метрах. Если вы часто читаете в транспорте, но не хотите испортить зрение, лучше использовать для этого специальное устройство, электронную книгу. Благодаря технологии электронные чернила, которой она оснащена, страница гаджета очень похожа на обычную бумажную книгу, что значительно снижает нагрузку на глаза. Оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более 6 часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательными периодами отдыха. При просмотре смартфона человек моргает в 3 раза чаще, чем в обычной жизни. Это приводит к пересыханию слизистой. Чтобы избежать развития синдрома сухого глаза, не забывайте чаще моргать. Использование телефона при недостаточном освещении или в темноте приводит к перенапряжению глаз. Из-за сочетания яркого света монитора и тусклого света зрение портится. Поэтому лучше использовать смартфон в освещенном помещении. Если это проблематично, регулируйте яркость устройства. Использование телефона с экраном, который бликует, также может испортить зрение. Уберечь глаза в этом случае можно с помощью специального аксессуара – матовой пленки, которая снижает негативное воздействие мерцающих бликов. Не стоит забывать и о современной коррекционной оптике со специальным напылением – очки или защитные линзы. Чтобы избежать ухудшения функционирования зрительной системы, важно регулярно проводить профилактические меры. Упражнение 20-20-20 позволяет не перегружать глаза при работе со смартфоном или компьютером. Главное и самое полезное упражнение для глаз – это чередование работы вблизи и вдаль. Для этого каждые 20 минут работы следует отрывать взгляд от монитора и на 20 секунд фокусировать его на какой-либо точке, расположенные на расстоянии примерно 6 метров. Этого времени будет достаточно, чтобы глаза получили заслуженный отдых. Массаж глаз – аккуратными массирующими движениями надавливайте на закрытые веки во время перерыва в использовании телефона. Правильное питание – сбалансированный рацион является залогом здоровья зрительной системы и всего организма в целом. Витамины – регулярный прием витаминных комплексов оздоравливает организм и благотворно воздействует на наши глаза. Даже если Вы не имеете проблем со зрением, необходимо каждый год посещать окулисты и проходить полное офтальмологическое обследование. Любую патологию проще предупредить, чем лечить. И уж тем более, при первых симптомах ухудшения работы зрительного аппарата незамедлительно следует обращаться за профессиональной медицинской консультацией. Не стоит самостоятельно назначать себе лекарственные средства и коррекционную оптику, только врач сможет точно поставить диагноз и подобрать эффективный метод лечения. Самолечение не только неэффективно, но и зачастую приводит к ухудшению самочувствия. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья Вам!